здравствуйте дорогие друзья с вами розы и мы сегодня поговорим о точности и уроне то что некоторые люди заблуждают себя что левел очень сильно важен если меня какой-то old включил то вы ничего нового не узнаете вообще ничего нового давайте чтоб для понимания как понять на какой локации лучше всего вам качаться то что некоторые заблуждаются то что там примеру говорят что логово антараса будет там для 60 уровня очень хороший кач вы заблуждаетесь для вас будет хороший кач когда вас будут закрыты коллекции предметов также коллекции карт и тогда вы можете стать примеру тех же лесу зеркал где будет по 80 тысяч с моба опыта и и вы намного быстрее лучше качнетесь лесу зеркал чем логово антараса как понять где лучше всего качаться нажмем на вот такой вот знак мы увидим те локации которые рекомендует нам игра эти локации зависят только от вашей точности вот примеру я снял посох у меня стало 140 точности и у меня сразу локации снизились каньон таннера хоть у меня нет посоха вот эти рекомендуемые локации показывают как вы будете попадать по мобам я точно знаю что сколько нужно точности для логово антараса первый этаж это от 70 точности на потом третий этаж это 85 точности четвертый этаж это уже 115 точности и выше дальше не скажу потому что не замерял не помню обычные и элитные боссы на самом сайте игры есть по локациям примеру мы видим что тут начиная с герановских локаций это 45 уровни и также мы можем видеть что на пятом этаже логово антараса 71 72 75 уровни вот 75 73 76 уровни вы понимаете то вы должны понимать о линейдж вот видите уровень 10 и пошли это то что вы не заблуждаетесь то что уровень очень важен до уровень важен только уровень дает вам то что по вам перестают попадать мобы лучше тоже начинаете попадать по моему потому что штраф спадает за уровень но в целом если вы 60 уровень у вас 150 урона 200 точности и у вас есть набор всех красных скиллов вы спокойно можете стоять на втором этаже башни дерзости я думаю это изи начинающий игрок так сказать то логово антараса будет для вас самым лучшим местом для фарма адены фарма синьки потому что раньше я фармил адену только в логове антараса то что не знал других мест ну не тянул наверное можно сказать сейчас я фармлю адену равнины славы и холмы ветров тут если мы на тп тепнемся мы можем увидеть вот такую локацию тут очень много мобов стоит давайте поговорим о кольцах вам нужны вот такие стихийные кольца это по-любому если ты начинающий игрок есть мобы без стихийные но в основном тут стихия земля противоположность стихии земле вот видим слабость к стихиям земля начать противоположность монстры в этой локации бьют ветром локацию стихии ветра то значит противоположность земля они будут бить вас землей и вам нужны кольца на землю слабость и хим огонь значит монстры бьют чем правильно водой и также святости тьма мне надо было бы одеть тут кольцо конечно на ветер но как бы локация уже слабая для меня тут мобы я думаю где-то до 68 уровня что они меня даже не пробивают давайте соберем обуха они меня побьют видим блок промах блок промах как у меня без защиты тут для этой локации очень много получается и уровень давайте мы снимем и просто потестим да видим что физ защита очень влияет в этой игре решает только буст ваш буст насколько ваш персонаж сильный вы прилетаете на локацию делаете замер там примеру замер там на пять минуточек и видите примерно сколько вы будете фармить час адены опыта и сколько у вас будет уходить зелье восстановление что вы на 60 будете равнины славы очень хорошо фармить при хорошем бусте и очень быстро качаться как бы я тоже могу ошибаться пиши что ты знаешь если досмотрел до конца эти так лайфхак покажу которым пользуюсь только ты должен быть не азартным человеком потому что ты потратишь все алмазы и не получишь нихрена я это делаю раз в неделю от примеру на 132 алмаза 146 алмазов 108 алмазов не получается на сумму 386 алмазов то и вот эти 15 вещей я точу мне нужно 75 точек но это тоже по точкам как бы за затратно если мы посмотрим на аукционе то плюс пятая вещь такая стоит выше 100 алмазов этот способ хорош тем что что вы можете поднять кристаллы которые нужны для печати души так необходимы за счет такого способа я оформлю себе немножко кристаллы которые мне ну за которые я опаю соски которые дают мне буст и вот этот способ он как бы рандомный но мне повезло выточить четыре вещи две вещи я вставил коллекцию две вещи продал я получил кристаллы улучшенный кристалл и затратил всего сто семьдесят четыре алмаза чем хорош этот способ но рандом он такой может вести и не вести вы можете психануть и просто потратить все алмазы и в итоге вы уйдете в минус а если пользоваться раз в недельку таким способом ну с вами был разы всем до новых встреч еще увидимся если тебе было интересно ставь лайк подписывайся на канал пока